Погром на городском кладбище устроил 31-летний Старосколец. За одну ночь вандал разрушил больше сотни надгробий. В настоящее время мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье надругательства над захоронениями. Причины и обстоятельства преступления установит следствие. Вандализм такого масштаба на Староскольском кладбище впервые. За одну ночь было разрушено 114 памятников. Среди них один на могиле ребенка. Жуткую картину первыми увидели коммунальщики. У нас заключен муниципальный контракт. Мы на территории кладбища осуществляем уборку мусора, подвоз песка, подвоз воды, чернозема, побилка забора, когда необходима валка деревьев аварийных. 21 числа, выйдя на работу утром в 8 часов, проходили обычный обход по кладбищу и обнаружили, что памятники разрушены. Часть надгробий восстановлению не подлежит. Они выломаны, со швеллерами разбиты и брошены на могилы. Особо труда это для него, видимо, не составляло, потому что достаточно было просто навалиться плечом. Вот как шел человек по краю, выбрался маршрут движения. Тут сложно вообще даже оценить какие-то мотивы, потому что, скорее всего, здравомыслящий человек такого бы не сделал. Полицейские уже задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 31-летний старосколец. Известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности. В социальных сетях пишут, что задержанный человек психически больной, не раз лечился, говорит, что его фотографии зовут. Он боится и поэтому валит памятники. Восстановление разрушенных надгробий ляжет на плечи родственников умерших. Цена мраморного памятника сегодня от 4 до 14 тысяч рублей. Гранитного от 16 до 50. Плюс работа по установке от 3 до 6 тысяч. Человек, кто занимался захоронением, получает удостоверение о захоронении. И в соответствии с этим удостоверением, все, это содержание этого кусочка земли, это уже не администрации занятия. Мы как бы рекомендуем, даже когда выдаем эти удостоверения, застраховать то, что в пределах этого участка есть. Но, как правило, этого не делают. Оксана Шиманович, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.